Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Информационная служба Тагил ТВ рада встрече с вами. О самых важных событиях родного города расскажем в ближайшие 15 минут. В студии Елена Терехова. Здравствуйте. Двухэтажки растут ввысь. Сталинские дома в Тагиле готовы обзавестись новым ярусом. Зачем строители хотят сделать их выше и всех ли после военных построек это коснется. И ни метро, ни окопы у налоговой инспекции. Ремонтные работы не прекращаются уже несколько месяцев. Тагильчане больше не в силах терпеть, как скоро зароют трубы. Золотые руки и смекалка семейная. Традиционная премия имени Амоса Черепанова сегодня досталась юному изобретателю Тагилам, кто стал победителем. Опять бомба. Студенты строительного техникума сегодня полдня провели на улице. Их срочно эвакуировали сотрудники полиции из здания. Правоохранители там искали мину. В 11.40 по телефону от неизвестного поступило сообщение о том, что Нижнетагильский строительный техникум по адресу коллекционера 58 заминирован. На место происшествия незамедлительно были выданы сотрудники полиции, а также все экстренные службы. Саперы и кинологи работали около двух часов. В это время за забором ждали, пока их пустят обратно, порядка 400 студентов и преподавателей. Взрывотехники проверили все кабинеты и подвалы, но силы оказались потрачены зря. Этот звонок, как и бывает в таких случаях, оказался шуткой. Полицейские в поисках хулигана. Но на этом шутки не закончились уже вечером. Около пяти часов звонок раздался и в 69-й школе. В это время там шли занятия во вторую смену. Взрывотехники вновь бросили все свои дела и помчались искать бомбу, но, как и утром, ничего не обнаружили. В отличие от учеников, школы к новому учебному году оказались готовы. Роспотребнадзор за месяц до 1 сентября проверил все общеобразовательные учреждения. При приемке обращались внимание на проведение косметического ремонта, состояние завершенности ремонта капитальных или косметических, состояние пищеблока, состояние оборудования технологического или холодильного, состояние системы освещения и обязательно качество питьевой воды. Оценку отлично. Эксперты поставили 28 школам. Остальным работы пришлось переделывать. В 138-й до сих пор процесс налажен не до конца. Дети там сидят на сухом пайке. В здании не полностью отремонтирована столовая. Но откроется она, по словам директора, уже в понедельник. В новый учебный год с добрыми вестями. Рособранадзор решил преподнести сюрприз 11-ти классникам. В скором времени они смогут задавать ЕГЭП по несколько раз в год. Это касается и выпускников прошлых лет. Приходить абитуриенты будут в специализированные центры. Их Рособранадзор в ближайшее время откроет во всех регионах страны. Над количеством попыток специалисты пока думают, но варианты обещают экзаменаторы засчитают самый удачный. Первые изменения по сдаче сообщает агентство ИТАРТАС начнутся в 2015 году. Между тагильчанами и налоговой огромная яма. Ремонтные работы на теплотрассе по улице Островского лишили покоя горожан. Люди боятся, что с наступлением дожди грязь перейдет на дороги. Напрасно ли переживание? Анна Хабарова выяснила. Лучше посидеть пару дней без воды летом, чем зимовать в холоде. С таким лозунгом Нижний Тагил готовится к отопительному сезону. Меняют старые аварийные трубы на новые современные. Мы заканчиваем ремонт теплотрассы на пересечении улицы Ломоносова-Пархоминка. Наверное, второй по крупности такой объект. Ну, что называется, там работы уже в стадии завершения. В ближайшее время там горячая вода будет подана. Чтобы попасть в налоговую, тагильчанам приходится прыгать через ямы. Занимаются столь необычным спортом с начала лета. Именно тогда приняли решение ремонтировать теплотрассу. Труба там была старая и отопительный сезон на Островского был под угрозой. Масштаб работ он большой. Диаметр трубы – это 600-ка. Это дорогостоящий объем ремонтных работ. Суммарно вместе с материалами он оценивается около 30 миллионов рублей. Очень существенные финансовые средства. Это порядка четверти, наверное, всего нашего ремонтного фонда этого года. Подрядчику у нижнетагильских тепловых сетей замечаний нет. Сотрудничают давно. И в сроки работники укладываются. А вот тагильчан по-прежнему волнуют благоустройство. Осенние дожди опасаются, размажут грязь по всей дороге. Андрей Бельчак заверяет, этого не допустят. Все будет восстановлено. Ремонтные работы подрядная организация ведет в круглосуточном режиме. Сдать готовую теплотрассу обещают уже 8 сентября. Анна Хабарова, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Сталинские дома станут выше. Жилые здания послевоенной постройки в Тагиле, возможно, обзаведутся третьим этажом. Первые на очереди собственники квартир 44-го дома по улице Фрунзе. Алексей Алексеев решил выяснить, какой плюс от нового яруса. Нужен ли третий этаж 44-му дому по улице Фрунзе, решают его жители. За 15 новых квартир застройщик обещает провести капитальный ремонт инженерных коммуникаций, подъездов, укрепить фундамент. Дом получит новую крышу и фасад. Городские власти оценивают предложение положительно. Все тагильчане знают, насколько актуальна тема ремонта многоквартирных домов. У нас прилично ветшающий жилой фонд. И есть хороший повод сдвинуть ситуацию в Нижнем Тагиле именно с мертвой точки и получить уже, если не новое, то капитально отремонтированное жилье в таких домах. Подобные проекты успешно реализуются во многих российских регионах. В нашей области это первый опыт. Людей заверяют, реконструкция не потребует отселения. Наиболее сложные виды работы, например, демонтаж кровли, будут производиться поэтапно, в возможно короткий срок. Всего строителям понадобится около четырех месяцев. В любом случае будет какой-то дискомфорт, будет эффект присутствия, скажем, строителей здесь на участке. Но мы к этому вопросу подходим максимально, скажем, аккуратно, индивидуально и постараемся, чтобы для жильцов это было наиболее безболезненно. Прежде всего, по закону необходимо получить согласие всех, без исключения собственников жилья. Для этого и проводятся собрания. Затем предстоит тщательное обследование здания и подготовка проектно-сметной документации. К реконструкции могут приступить уже в начале следующего года. Все зависит от результатов обсуждения. Мы решили раз первый дом, ну, рискнуть. И вот люди записываются, расписываются. Будем надеяться на лучшее, потому что управляющая компания нам такого ремонта не сделает. Хоть сколько денег выделяй, все равно будет мало. Распространится ли подобная практика в Нижнем Тагиле широко, покажет время. Алексей Алексеев, Александр Штраух, Егор Егошин, Новости Тагил ТВ. Инвалидная коляска из Лего появилась в городе. Автор тагильчанин, правда, использовать по назначению ее не получится. Это всего лишь модель, которую юноша выставил на премию имени Амоса Черепанова. Кто вырыл победу в сражении умов и золотых рук, Дарья Ахнычкина подробнее. Вот здесь находятся люки машинного отделения. Там проходит весь процесс у настоящего корабля. Но и эта скандинавская шхуна способна бороздить водные просторы. Она самая красивая из всех моделей юного техника. Пусть сам мальчик на корабле еще не плавал, в будущем сможет построить его сам. Еще семь лет назад Саша и не предполагал, что будет увлечен моделированием судов. На станцию юных техников пошел вслед за братом. Впрочем, тяга к морской тематике у мальчика была изначально. Александр – пловец. Но будущее свое хочет связать именно со строительством. Я хочу стать инженером-конструктором или инженером-механиком. Сейчас я в школе пытаюсь отлично учиться по физике, чтобы это мне помогло в инженерии. На самые сложные модели у семиклассника уходит год. Всего таких кораблей у Александра четыре. Все они – участники и победители городских, областных, международных соревнований. Сегодня за свои достижения получает премию АМОСа Черепанова. Также поздравляют и преподавателя юного техника. Именно под его руководством он смог построить макету судов. Занятия у нас групповые проходят. То есть от пяти до десяти человек. То есть первый год обучения. И все строят сначала одну модель. Один и тот же прототип – это катамаран. А потом постепенно. Кто-то быстрее, кто-то медленнее делает. Тут у Александра получалось все быстро, удачно, красиво, технологично, так скажем. Победа досталась мальчику нелегко. Работы соперников также впечатляли. Здесь и защитный костюм при извержении вулкана, и устройство для очистки асфальта от жевательной резинки, и даже изобретение из лего. Это инвалидная коляска, но с электродвигателем. Можете ездить налево, направо и даже вперед. Таких изобретений у юных техников много. На церемонию награждения пришли 12 ребят. Все они посещают станции юных техников как минимум три раза в неделю. Занимаются по несколько часов. Правда, чтобы получить премию Черепанова, необходимо участие хотя бы в нескольких, но значимых олимпиадах. У нас организована рабочая группа, которая по рейтинговой таблице подсчитывала количество очков за каждую грамоту и диплом, предоставленные в портфолио. Победитель набрал порядка 600 очков, а другие дети, соответственно, меньшее количество. В этом году Дому Черепановых исполнилось 10 лет. Столько же и самой премии имени изобретателя. В следующем году, надеются преподаватели станции, желающих получить награду, станет больше. Дарья Ахничкина, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Эти дети наверняка через несколько лет свои изобретения уже в натуральную величину смогут показать на выставке высокого класса. Тем более, что проходит она на родине в Нижнем Тагеле. Завтра после многолетнего перерыва откроется выставка «Магистраль». Теперь это уральский транспортный салон, где будут красоваться современные машины от воздушного до водного пространства. Пройдет она по традиции на полигоне. Там, на территории Института испытаний металлов, целый день будет работать наша съемочная группа. Сюжет смотрите завтра на Тагил ТВ в 20.30 и в 23.00 круглосуточной версии канала. А пока сообщайте в редакцию Тагил ТВ о самом интересном, что происходит в городе Вы. Звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайт tagildefistv.ru. За это отдадим приз от спонсора рубрики магазина «Солнечный сад. Набор для садовода». Встречаемся завтра в то же время, в том же месте. Будьте здоровы. До встречи. Оплачиваю услуги ЖКХ со скидкой 61%. Бесплатная консультация по телефону 8 800 555 27 76. Уральский гуманитарный институт приглашает получить высшее образование дистанционно и заочно. Направление подготовки – экономика, менеджмент, юриспруденция. Для поступления подайте заявление на сайте distantdefisurgi.rf Рубрику представляет компания «Сенегорье». Молодежь Старого Соболя готовится к первенству России. Юношеская тагильская сборная допущена к соревнованиям среди команд детско-юношеской баскетбольной лиги. Они являются обязательными для команд Единой лиги ВТБ и Суперлиги чемпионата России. Для участия в играх руководство выбрало самых перспективных тагильских спортсменов с 97 по 99 год рождения. Готовить к самым престижным российским юношеским баскетбольным соревнованиям нашу команду будут мастера спорта Юрий Шаповалов и Андрей Рязанов. Всего в первенстве в этом сезоне участие примут 36 молодежных команд. Байки трудностей не боятся. Открытое первенство Свердловской области по Даунхилу пройдет выходные на белой. Спуск, обрывы, пролеты, приземление, виражи. Задача спортсменов на скорость съехать с горы, преодолевая естественные и искусственные препятствия. Отвлекаться от трассы времени не будет. Борьба идет на долю секунды. Соревноваться маутинбайкеры будут в четырех категориях. Мастера, юниоры, женщины и элита. Посмотреть на недетские гонки спортивный комплекс «Гарри Белый» приглашает всех желающих 6 и 7 сентября. На этом у меня все. Главных спортивных событий города смотрите завтра в это же время. Анна Хабарова, Егор Егошин, новости спорта Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова